15 письмо к Олимпиаде Ты ли ожидала с юности, показавшая такое любомудрое и поправшее человеческую гордость, что будешь жить невозмутимой и мирной жизнью? И как это возможно? В самом деле, если люди, противоборствуя людям, получают бесчисленные раны и состязаниях, и на войнах, то ты, которая приступила к самим началам и властям, к миродержателям тьмы века сего, к духам злобы, и приступила так мужественно, ты, которая поставила такие трофеи и причинила столько печали тому свирепому и проклятому демону, как ты могла надеяться, что будешь жить тихой и спокойной жизнью? И так не следует тревожиться из-за того, что много повсюду войн и смятений, и много тревог, а напротив, нужно было бы дивиться тогда, если бы ничего этого не случилось. С добродетелью соединен труд и опасность. Это ты знаешь и сама прежде наших писем, и нисколько не будешь иметь нужды учиться от других. Да и мы пишем это, уча не незнающую. Мы знаем ведь, что тебя не сможет смутить ни изгнание из Отечества, ни потеря имущества, а это для многих невыносимо, ни оскорбление, ни иное какое-либо подобного рода горе. В самом деле, если сообщники терпящих эти бедствия делаются достойными соревнований, то гораздо больше те, кто в них находится. Вот почему Павел за то и другое хвалит уверовавших и говорит так. Евреям, 10 глава, 32-33 стих. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для многих, для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Поэтому и мы не пишем длинного письма, к победителю поставившему блестящий трофей. Никто ведь не является для помощи, но только для похвал. Так точно и мы. Зная, какое великое любомудрие показала ты относительно случившееся с тобой, ублажаем тебя, удивляемся твоему терпению в настоящее время и тем воздаянием, которые тебе за это назначены. А так как я хорошо знаю, что ты желаешь узнать и о наших делах, потому что я долго молчал, то скажу тебе, что хотя от тяжкого недуга мы освободились, но остатки болезни еще носим до себе. Мы пользуемся весьма хорошими врачами, но недостаток необходимых вещей разрушает происходящее от лечения пользу. Действительно, здесь не только скудность лекарств и прочего, что может поправить утомленное тело, но еще и голод, и зараза составляет предмет заботы. Наконец, эти бедства увеличивают еще непрерывные разбойнические нападения, которые простираются до самых дальних путей, заграждают и отрезают все дороги, причиняя отсюда и путникам большую опасность. Действительно, Андроник, как он говорит, попался в самые руки разбойников и спасся от них, будучи ограблен. Поэтому прошу твою благопристойность никого уже сюда не посылать, потому что надо опасаться, чтобы предлог путешествия к нам не сделался для приходящего сюда причиной убиения. А ты знаешь, какую принесет это нам скорбь. Но если ты нападешь на какого-нибудь заслуживающего доверия человека, который пойдет сюда по другой нужде, то через него извещай нас о твоем здоровье. Нарочно же для этого, равно как ради наших нужд. Пусть никто не приходит сюда ввиду страха, о котором мы сказали. Продолжение следует...